В традиционной китайской живописи, помимо прямоугольного формата полотна, часто использовали формат его. С помощью него можно сказать «вы мне нравитесь» или «будем друзьями». Он сейчас лежит в черном ящике. Что там? Время. Знаменитой игре среди интеллектуалов «Что, где, когда» скоро исполнится полвека. Популярность игры хоть и была на пике во времена Советского Союза, но и сейчас она собирает умников и умниц как по всей стране, так и в курортном районе. В Доме культуры в поселке Песочный за главный приз игры «Что, где, когда» «Хрустальную сову» боролись девять команд. Перед вами это, написанное азбукой Морзе. Назовите это одним словом. Время. Вопросы задавались как устно, так и помощница ведущего раздавали участникам картинки с изображениями, которые надо было интерпретировать в ответ. По словам участников игры, уровень сложности вопросов был достаточно высоким. Мы, собственно, очень надеялись, что вопросы в этот раз будут сложнее, потому что вчера мы с трудом, ну не с трудом, но по крайней мере не без труда отобрались в финальные команды. И последние несколько игр у нас шли не очень, хотя у нас были в нашем славном прошлом победы. И мы надеялись, что как раз когда будут более сложные вопросы, у нас появляется шанс. Мы склонны к переусложнению, склонны к знанию каких-то глубинных фактов. А когда вопросы все простые, то там количество вопросов, где нужно глубокое знание, проигрывает тем, кто быстрее соображает или лучше знает больше истории, фильмов, музыки, еще чего-то. В данном случае это как раз наше поле. Я очень рад, что у нас получилось. В игре приняли участие как команды, состоящие из коллективов того или иного учреждения, так и сборные. В основном это были жители курортного района. В процессе игры участники были напряжены до предела. Сосредоточенные лица, битва мнений, мозговые штурмы. Это как раз все то, из чего и состоит легендарная игра «Что, где, когда». Почему тризды ошибся? А с чем он поздравлял? А с чем он поздравлял? С чем он поздравлял? С чем он поздравлял? С чем он поздравлял? Какой-то даржа жизни. Не ладно. С чем поздравлял? С даржа жизни. Не с каранатой. Нет. Ведущему игры Борису Белозюрову все очень понравилось. Несмотря на районный уровень игры, между собой соперничали весьма достойные команды. Это очень хороший любительский турнир. Да, я уже четвертый год для него готовлю вопросы и в целом его веду. И каждый раз команда радует меня. Они играют лучше, чем я от них ожидаю. Это всегда очень здорово. Поэтому у вас хорошие традиции интеллектуальных игр. Команды играют долго здесь и не только в рамках курортного района, но еще и в Петербурге ездят в центр, чтобы там что-то поиграть, тренироваться. Поэтому я всегда радуюсь уровню. Высокую степень организации игры оценили ее участники, которые два дня подряд находились в стенах Дома культуры курортного района в поселке Песочный. У нас есть с чем сравнить. Всегда обычно скептически относится районный масштаб. Не сравним, конечно, с городским, не сравним с Первым каналом, откуда наш сегодняшний замечательный гость и ведущий. И тем не менее, при, скажем так, столь скромных силах и средствах, которые, я надеюсь, будут со временем только расти и позволять этому всему развиваться, я считаю, что максимум организаторами достигнут максимум того, что можно было из этих условий получить. И, конечно же, вы видели накал страстей. Он совершенно такой же, как на большом экране, как на Первом канале, как на городском или общероссийском уровне. У нас есть помещение, зал хороший, который понравился Борису Белозерову. Он его очень хвалил, сказал, что прям роскошный, уютный зал. А все остальное, собственно, не так уж и сложно организовать, потому что вопросы все от Бориса Белозерова, да, мы как бы не занимаемся этим. Мы их не знаем, он нам их не показывает, он нам их не присылает, мы вообще не в курсе. То есть вот он их хранит, охраняет, и мы не знаем о них. А все остальное, как бы, ну, это не такая сложная организация, как, например, какого-нибудь там фестиваля, конкурса, там, вокального или хореографического. Потому что там действительно сложнее, там много коллективов, надо организовать их выход и так далее. А здесь все, как бы, проще, по-домашнему, уютно. Ну, да, мы подходили очень так щепетильно ко всему, то есть мы подготовили там, на чем писать, чем писать, где писать, таблички всякие, там, ручки и так далее. Ну, то есть, да, как бы это мы продумывали, прям прописывали себе план. Но, в принципе, она не такая уж и сложная. По завершению игры всем командам были вручены грамоты участников. Ну, а первое место заняла команда под названием «Пожарник». В составе команды пожарники есть действующие пожарные, в том числе, собственно, наш капитан – это командир пожарной части. Поэтому «Пожарники» – это команда не только в интеллектуальных играх, но и в некоторых других сферах приключенческих ралли, выступает именно под этим названием. Хотя, с точки зрения русского языка, она не очень корректная. Правильно, пожарники – это жуки, да, но пожарные, ну, тем не менее. Таково сложившееся название за последние 10-12 лет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!